Данные встречи с городским обществом ветеранов традиционные. Своеобразный диалог власти и представителей взрослого поколения строится в форме предложений и замечаний. В центре внимания развитие коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного и ветхого жилья, дорожная деятельность и начавшаяся с прошлого года программа капитального ремонта. Во-первых, она проходит в середине лета. Город готовится к зиме, решает громадные, серьезные задачи. По обеспечению надежности функционирования городских систем в зимних условиях. И это отражает озабоченность ветеранов. Поэтому нужно руководству города разъяснить горожанам, в первую очередь старшему поколению, как это будет работать. Большинство вопросов были не точечные, а глобального характера. Возможность поддержки культурных объединений и оживления работы библиотек, продажа алкогольной продукции рядом с образовательными учреждениями, в жилых домах, в том числе и их продажа в ночное время. И городская власть подтвердила, что нуждается во взаимосвязи с общественностью и будет прилагать все силы для ее укрепления. Мы на протяжении последних полутора лет в большинстве своем стараемся открыть диалог, для того, чтобы получить предложения, замечания. Очень много направлений сегодня мы взяли, которые в немножко обновленном виде. И хотелось бы в вашем лице получить экспертов, людей знающих, грамотных, которые могут подсказать, обозначить какие-то узкие места, для того, чтобы наша дальнейшая деятельность была, ну, так скажем, скоординирована с учетом сегодняшнего дня и с учетом мнения большинства горожан. Встреча была актуальна и на фоне определенной ротации в руководстве города. С недавнего времени временно исполняющим полномочия руководителя администрации стал Андрей Жижин, на которого возлагаются большие надежды. Есть сегодня проблемы у города, какие пути решения этих проблем, как мы себе видим. И самое главное, то, что Сергей Владимирович в своем ступенном слове сказал, это привлечение общественности не только к критике, не только к предложениям каким-то, но и участие, привлечение во все эти процессы. Среди обозначенных ветеранами сфер, требующих особого внимания, вопросы качества водопроводной воды и транспортная доступность. И здесь глава города и сити-менеджер заверили, это одно из главных направлений работы администрации, в том числе под особым контролем отсутствия подъездных путей к новостройкам и окружающей их инфраструктуры. Ветераны подтвердили и высказали слова благодарности за ощутимые изменения благоустройства города. Повсеместно возводятся новые спортплощадки, улучшаются дворовые территории, качество возводимого в городе жилья радует. К слову, городские ветераны активно привлекаются властями в приемке нового жилого фонда. Алексей Старцев, Александр Меньшиков, Лидия Когоросова, информационное агентство «Курганру».